Извините меня, делали колоссальный поиск по всему миру, и сегодня еще раз обращаемся к господину Петрику. Предлагаю вам деньги, предлагаем вам наше сотрудничество. Плюньте вы, наконец, на все это здесь. Позвольте я отвечу вам, Алексей Михайлович. В настоящее время проводится международная, мне известно, что каким-то образом Швейцария втянута ООН, международная сертификация, фильтры, которые есть, вообще вот они все стоят. Как только будет объявлено, что я победитель, а буду я победитель, я вернусь к вам, я вас сразу же сам найду. Вам огромное спасибо. Александр Феофанович, пожалуйста, говорите, извините, пожалуйста, слушаем вас. Да, Виктор Иванович, в выводах комиссии Тартаковского сказано, что конкретные потребители ваших проектов должны дать конкретную оценку. Можете сказать, какие конкретные потребители дали положительную или отрицательную оценку в действии ваших проектов? Ну, вы тем самым хотите сказать, что, наверное, и нет такого. Рассказываю вам. Я спрашиваю просто. Я сегодня с государственной структурой, с государственной, самой-самой, что на ней есть государственной, занимаюсь тем, что отвергла ваша комиссия, это платиновые металлы. В настоящее время у меня отгружена большая партия, и я снимаю газофазным методом платиноиды и разделяю их, в частности, платину и рений. Это первое. Например, комиссия Роснано в течение одного года отработала полностью мой проект ренивый, и они его финансируют. Выделили деньги, и соинвестор уже нашелся, и уже завод строится. Ну, вот еще вам пример. А что касается фильтров, то я хочу всем слушателям сейчас сказать. Я написал договор с Российской, с этой комиссией полженауки, или какая она там была, передал фильтры по накладной, которая у меня хранится, с просьбой проверить их. Они не стали проверять. Они заявили, что якобы в Российской Академии Наук нет таких возможностей. Представьте, сколько у них учреждений. Но зато объявили, что там наночастицы есть. Могут быть наночастицы, могут быть. Теперь внимание, вот это важно. Прошу вас, дайте мне это слово. Чего наука... 40 секунд дают, то заканчивается передача. Вот я тебя у вас сейчас спросил, что такое нанотехнологии? Что бы вы ответили? Друзья, на последнюю минуту эфира, боюсь, очень серьезный разговор. Но если коротко только ответить. Вот, отвечаю. Наночастица не может существовать в свободном виде, в свободном мире. Это бред. Академический бред. Это бред сумасшедших. Наночастица, она такая активная потому... И есть, что она мгновенно окислится. У меня стоит 10 машин по производству нанометаллов. И не дай бог попал кислород туда. Мгновенное возгорание. Дальше. Она и не может быть получена. Почему? Она мгновенно агрегирует до микро-частейских. Вы не успеете, Виктор Иванович. Я понимаю, что вы... Так, что, наливаем воду? Виктор Иванович наливает воду. Я хочу понять все-таки очень коротко, господа. Очень коротко, московский. Ряслав Яфанович, что нам делать с этой историей? Вот есть некий феномен Петрика. Феномен Петрика. Понимаете, и привлекает, и вроде вызывает много критики, и непонятно, как людям реагируют, потому что все равно все, что превращается в телевизионный программ, превращается в шоу. Что делать? Что вы посоветуете? Ну, нужно еще 2-3 независимых, неподкопных группы исследователей, чтобы они поставили точку. В конце концов, это цель науки и научного подхода. Я благодарю вас. Коротко, пожалуйста, Артем Михайлович, резюмируйте. Что делать с этим? Коротко. Резюмируется очень просто. Знаете, я опять хочу вернуться к Ленину. Сегодня с Ленина начинал почему-то Петрика. Ленин в свое время сказал такую фразу, я быстро ее повторю. Дорогие друзья, взгляните. Вы создали великую идею, но можно идти к ней неправильным путем. И поэтому все люди не усомнятся в правильности пути, но извергнут великую идею. Сегодня идея модернизации, которую выделил нам президент. Если вот такие люди будут так тащить туда народ и так выступать, люди усомнятся в этой идее. Я благодарю всех, кажется, и зрителей, может остаться при своем мнении. Посмотрите просто на воду, у вас одна секунда. Одна. Эти фильтры купила студия не я. Вот они, посмотрите разницу визуально. Покажите камеру, если вы хотите показать, что здесь. А вот это вода из Невы. И я ее смело пью. На этом мы с вами заканчиваем. Конечно, можно поступить, как Григорий Перельман. Сказать, я изобрел, что вы скажете по этому поводу. Меня не интересует. Виктор Иванович борется в свое право, чем закончится его борьба. Я думаю, мы еще узнаем и услышим не раз. Спасибо всем огромное. Субтитры сделал DimaTorzok